ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти На дорогах Кировой области увеличилось число наездов автомобилей на пешеходов По данным ГИБДД с начала октября произошло 23 таких автоаварии Три человека погибли, два десятка соответственно получили травмы Госавтоинспекция призывает пеших граждан к внимательности Смотреть по сторонам надо, даже если переходишь дорогу на зеленый свет В темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы Кроме того, водители не должны забывать о том, что выходя из машины они становятся пешеходами ТРАССА 101 В крупных российских городах возникли проблемы с вызовом такси, сообщают федеральные СМИ С одной стороны, спрос на услуги извозчиков вырос Люди из-за коронавируса боятся пользоваться автобусами и другим общественным транспортом С другой, многие водители из бывших республик СССР уехали домой пережидать пандемию К тому же надо понимать, что таксисты тоже болеют Специалисты говорят, что в ближайшее время стоимость поездок на такси будет расти ТРАССА 101 В России растет спрос на легковые автомобили с газобаллонной установкой В прошлом году, информирует издание Автосреда, он увеличился примерно на 25%, а в этом уже почти на 30% Однако пока легковушек, работающих на газе, у нас немного, всего несколько процентов от общей массы Чаще всего их можно встретить на Северном Кавказе, в Кургане, Омске, Тюмени и Майкопе ТРАССА 101 ТРАССА 101 Компания Hyundai приступила к серийному выпуску тяжелого грузовика, который работает на водороде Первые 50 машин до конца этого года поступят в Швейцарию Автомобиль оснащен 7 баками для самого легкого газа и двумя тяговыми аккумуляторами Каждый из которых выдает 130 лошадиных сил Запас хода около 400 километров На дозаправку требуется до 20 минут На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова